из воспоминаний о святом иоанне кронштадтском из письма протоиере аристарха пономарева лично мне не судил господь видеть великого молитвенника прозорливца и чудотворца отца нашего иоанна но из многих встреч и бесед с людьми близко соприкасавшимися с отцом иоанном у меня сложилось убеждение в том что отец иоанн кронштадтский великий угодник божий и слава церкви российской православной будучи священником екатеринбургского кафедрального богоявленского собора я был приглашен одним прихожанином собора на именинный обед после молебна все уселись за трапезный стол зашла речь об отце иоанне хозяин дома именинник по торговым делам был в городе иркутске у своего компаньона семья последнего состояла из мужа жены и маленькой дочери заболевшей скарлатиной в тяжелой форме страх потерять единственную дочь потряс сердца родителей были приняты все возможные по месту и времени меры но ребенок таял на глазах родителей мать настаивала на посылке телеграммы отцу иоанну а отец видимо не разделял веры в силу молитвы отца иоанна но все же побежденный силой материнской любви он послал телеграмму кронштадт с просьбой о молитве рассказчик вернулся домой в екатеринбург и здесь уже через несколько дней получил письмо от отца болящей малютки с радостной вестью что в тот же день получен был ответ молитесь будет жива рассказчик сам признался что и он не верил в возможность такого исхода после посылки телеграммы когда же к немалому его смущению он получил радостное письмо от уверовавшего отца то и сам с женой своей решил поехать в кронштадт повидать молитвенника и чудотворца приехали после ранней литургии они ждали в своем номере в доме трудолюбия отца иоанна общая нервность передавалась от ожидавших отца иоанна и рассказчику на этой почве у него произошла размолка с женой даже сплакнувший от незаслуженного горького слова со стороны супруга быстро вошел в номер отец иоанн отслужил краткий водосвятный молебен и стал разливать приготовленный заранее чай и во время всей этой процедуры он ни разу не обратился к мужу обидчику а все время участливо беседовал с обиженной женой и только на прощание сказал ему мужья любите своих жен и быстро вышел я говорит рассказчик был поражен как небесным громом этими словами говорившими о том что батюшка духом своим зрел и цену обиды и состояние сердец супругов источник отец иоанн кронштадтский сурский